Приветствую вас, давайте разберёмся с тем, что вы написали. Значит, вы пишите, «После школы не знал куда пойти, мне сказали идти в институт в своём городе». Так, значит, ну давайте сразу, сразу так. Кто, кто сказал вам? То есть, ну вот вы, вы, после школы не знали куда вам пойти. Ну, в целом, в общем и целом, это такая позиция, достаточно распространённая, когда человек не знает куда ему пойти, собственно, после школы. Вот, и почему-то вам кто-то сказал. То есть, кто-то сказал, чтобы что? Кто-то сказал, для чего, чего этот, этот кто-то, да, чего он хотел, собственно говоря, от вас. То есть, почему он вам, ну, может, 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 скажем так, приказывать, почему он может вам говорить, что вам делать, да, и так далее. Как вы сами эту историю, ну, восприняли, вот, что вам кто-то вот говорит, как, как поступать, да. То есть, тут вот очень такие важные моменты, на мой взгляд, которые нужно разобрать. То есть, в тот момент, в тот момент, когда вам сказали куда-то идти, это же сделано было в обход ваших желаний. Правильно? Это было, это было сделано в обход ваших, ну, ну, потребностей, это было сделано в обход того, что вы хотели. Для себя, сами. Потому что вам нужна была, грубо говоря, да, вам нужна была, грубо говоря, какая-то степень свободы, вам нужна была какая-то степень свободы, вам ее не дали. Это степень свободы. Вместо этого вам просто сказали, вот, иди туда, и все. То есть, ну, понятно, что вы до сих пор не знаете, что вам делать и как вам делать, потому что, по-видимому, вы не привыкли, не привыкли ориентироваться на себя. Вот. То есть, еще раз, кто сказал, для чего сказал, почему вам, ну, могут говорить такие вещи, вот. Это очень важный момент для вас, это для вас важный момент. А по жизни так тоже получается, что вы своими, ну, своими потребностями, своими нуждами, скажем так, пренебрегаете. Вот. То есть, у вас по жизни тоже так происходит или нет, или по жизни у вас история другая. Дальше идем. Так, закончи лавриат по специальности менеджмент. Закончил. Вам сказали, иди в институт в своем городе. Закончи лавриат по специальности менеджмент. Ну, бакалавриат, я так думаю. Я так думаю. По специальности менеджмент. Зачем? Ну, цель какая у этого была, чтобы вы закончили бакалавриат. Вот. Я серьезно, я серьезно, я хочу, я хочу понять, какая у этого цель. Вот. Дальше вы говорите, родители уговорили, уговорили идти учиться дальше. Опять же, зачем? Зачем они вам это, значит, ну, сказали? Для чего? Учиться дальше, чтобы, чтобы что? Вот. Понимаете ли вы, что это уже, ну, не совсем ваше желание. Понимаете ли вы, что, родители просто руководят вами, и все, а вы, вы, как бы, продолжаете, пребывать в, в таком, знаете, ну, в таком анабиузе, скажем так. Вот. Вот. То есть, вы простите меня, конечно, конечно. Вот, я понимаю, что вам, может быть, это неприятно, то, что я говорю, да, но, тем не менее, мне кажется, что лучше, если я вам сейчас об этом скажу лучше, чем потом вы будете переживать. Вот. Дальше. Эм, так, эм, родители уговорили пойти, пойти дальше. То есть, здесь история какая вырисовывается? А родители уговаривают вас идти дальше. Заметьте, заметьте, да, заметьте. То родители хотят, родители хотят, чтобы вы учили дальше. Вот. Желание не ваше. Желание не ваше, а ваши родители. Они уговаривают вас, чтобы это сделали. То есть, они этого хотят, да, не вы. Этого хотят ваши родители. Понимаете, да? О чём, о чём идёт речь? Значит. Если этого хотят ваши родители, что вы учитесь для них. не по своей воле. И получается, что ваше отчисление, которое вам теперь грозит, это следствие именно того, что вы не следовали своим желаниям. Именно своим желаниям вы не следовали. Поэтому теперь вас отчисляют. Вы откладывали всё на потом. Именно по этой вот самой причине. Потому что вам это было, ну, не интересно, видимо. Или это было интересно, но не настолько. Или вы чувствовали себя не свободным постоянно. Вот. То есть, история здесь, она вот, вообще-то говоря, такая. Что всё связано друг с другом. Да, то есть, пошли учиться не по своей воле. Да. И теперь вините себя за то, что у вас не получается что-то. Вот. Не хотите там, ну, родителям рассказывать, да, что так получилось и так далее. Они же будут, там, переживать, ругать, будут вас, наверное, осуждать. Вот. То есть, вы находитесь по сути, находитесь по сути, под их, ну, скажем так, да, под их контролем вы находитесь. Вы находитесь под их, а, значит, ну, вы боитесь. Вы боитесь, вы боитесь, что, ну, не оправдает их надежды. Вот. Вот. Вы боитесь сейчас. Но правда-то в том, что, оправдывая их надежды, вы не реализуете свои надежды. Вы не реализуете свои желания. И в итоге вы так никуда ничего, собственно, собственно, и не добиваетесь. Вот. По итогу-то, по итогу-то, вы ничего не добиваетесь в жизни сами. Время идет, как бы, да, а вы, вот, ну, вы, ну, вы, ну, вы на месте стоите. Знаете? Вот. И что будет дальше? Что будет, эээ, дальше? С вами, например. Вот. То есть мне кажется, что здесь вам нужно, нужно думать именно о себе самом. Вот. То есть, с чего вы хотите? Следовать своим желаниям. Своим желаниям. Вот. Как я понял, за свою жизнь вы не совершали практически своих ошибок. Вот именно своих ошибок вы не совершали, собственно. Вот. То есть, если вы ошибались, то это были ошибки родителей. Если вы чувствовали вину, то вы чувствовали вину перед родителями. Вот. 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 Вы не чувствовали вину сами, а, ну, перед собой. И, соответственно, не чувствуя вину перед собой, вы по итогу не столкнулись с настоящей ответственностью, с личной ответственностью. Вот. Дальше. Значит, а, уговорили для чего и зачем, да? Что вы чувствовали? Поступил на магистратуру. Для чего? Сейчас на втором курсе диплом в декабре меня хотят отчислить задолги. А почему не учились? Потому что из-под палки. Не учились, потому что из-под палки. Как бы. Ну, ну, учились, учились из-под палки. Как бы. То есть, это именно вот, ээээ… это именно вот такая история, да? Ага. Значит, когда человек, например, с детства привыкает, эээ, допустим, следовать, ээээм… К тому, что ему говорят его родители, вот, ожидая, что они, ну, родители, я имею в виду, ожидая, что родители как-то защитят, как-то помогут, вот. Как-то, значит, ну, сделают что-то, ну, для ребенка, для ребенка, да, вот, защитят его, а этого не происходит, и, соответственно, ребенок, он оказывает вот в такой ситуации. То есть, по сути, по сути дела, по сути дела, можно вести речь именно о том, что вы оказались неподготовлены к тому, что произойдет. То есть, вы вот, возможно, так привыкли полагаться на своих родителей, вот, так вы привыкли, что родители все знают, да, и так далее, и так далее, и так далее, себя. Точнее, даже не то, чтобы отвыкли, а вообще никогда, наверное, за себя вы не отвечали, вот. И теперь, когда последствия какие-то возникают от того, что вы делаете, вы испытываете вину перед родителями, вот. А надо быть перед собой, потому что вы у себя украли 6 лет, вот. Вы у себя украли 6 лет, вы не украли 6 лет у родителей, вот. Вы украли 6 лет у себя. И вот, это, то, что вам нужно будет, ну, понять. Вот, то, что вам нужно будет для себя определить, то, что вам нужно будет для себя выделить. Вот. Понимаете? Какая история. Дальше идём. Дальше идём. Так, эм, так, 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 эм, так, сейчас я немного откладывал всё на папу, да, почему? Т.е. давайте вот с вашими желаниями поработаем. Вот вы говорите, что откладывали, да, откладывали на потом. Вот, почему вы откладывали, ну, на потом? Т.е. по какой причине вы откладывали на потом? Вам не нравилось? Вы надеялись, что все обойдется? Вы надеялись, что все само заботы утрясется? Или как? Дальше. Так, значит, сейчас мне немного ссосновато рассказать, что меня отчислят родителям. Думаю, на меня все обидятся, что я все время врал. Так, ну, допустим, допустим, выбрали, да. Допустим, допустим, выбрали, и, собственно, что дальше? Вы врали, потому что ваши родители не оставили вам выбора. Т.е. в чем страх, что обидеться? Вот, вот, говорите вы, что я боюсь обиды, ну, боюсь на меня обидеться. Что в этом страшного для вас? Вот, можно, ну, пояснить? Вот. Именно конкретно, что для вас страшно в том, что на вас обидится? Что вы не оправдаете ожиданий, допустим, там, ну, родительских ожиданий вы не оправдаете. Возможно. Возможно, вы не оправдаете родительских ожиданий, да. А должны оправдать. Знаете, то есть у вас здесь есть такой вот, я бы сказал, детский страх. У вас есть такой вот детский страх, на мой взгляд, значит, из того, что родители вас, ну, не одобрят, не поймут, обидятся и так далее. Вот. На самом деле, если родители обижаются на вас, да, если родители обижаются на вас, то значит, вы на верном пути. Вот. Потому что, как бы, если родители не обижаются, значит, вы делаете так, как хотят они. А это прямой путь, ну, в никуда. Потому что родители-то, они мыслят как бы, ну, своими категориями. Вот. А вы, вы плывете по течению. Вы плывете по течению, вот, не отдавая себе отсчет, что занимаетесь вы тем, что вам не интересно. То есть, ну, вот вы делаете, делаете то, что вам не интересно. Вот. И как вы будете дальше работать, когда, допустим, родителей там, грубо говоря, не станет. Вы, ну, вот вы что будете делать? Вы, как будете ориентироваться? То есть, вот, ну, грубо говоря, да, вот родители не стал. Да? Вот. Вы, по-прежнему, будете бояться их обидеть или как. Вот. Меня очень эта ситуация интересует. И где вы будете? То есть, тут вот такой момент. Надо понять, чего хотят родители от вас. Да? Понять, чего хотят родители от вас. И, значит, когда вы поймете, чего родители хотят от вас. Придать этому форму. То есть, вот, придать этому форму адекватную. Понимаете, да? Вот. Такую, ну, форму, правильную. Подходящую форму вам. В первую очередь. Не кому-то, да, а именно вам подходящую форму. Вот. Чего хотят, например, родители для вас. Да? Ну, допустим. Чего они хотят? Ну, они хотят, чтобы вы были счастливы. Допустим. Наверное. Они хотят, чтобы у вас, наверное, ну, все было хорошо. Наверное. Вот. Они хотят, чтобы вы были счастливы. Наверное. Ну, кто определяет это счастье? Они? Нет. Вы. Поэтому вам нужно сказать им о том, что произошло. Вот. И, и, ну, может быть, не призывать их к ответственности. За это. Да? Может быть, не призывать их к ответственности. За это. Но, по крайней мере, по крайней мере, высказать свою позицию по поводу того, что вы, допустим, ну, допустим, вы знали, что из этого, например, ничего хорошего не получится. Или вы всегда, например, чувствовали, что тут вот, ну, что-то не так. Вот. То есть, вам никогда не нравилось то, где вы учитесь. Вот. То есть, грубо говоря, дайте родителям понять, что они были неправы. Вот. Ну, именно вот. Именно в отношении вас они были неправы. Дайте родителям это понять. Если вы дадите родителям это понять, то да, они, конечно, обидятся. Да, им будет, безусловно, неприятно. Но вы получите шанс идти своим путём. Вот. Ну, понятно, что у вас здесь есть страхи, которые вам, ну, мешают, скажем так. Это понятно. Понятно, что есть страхи. Понятно, что страхи это из детства. Вот. Понятно, что боитесь вы одиночества. Понятно, что боитесь вы остаться один. Это всё понятно. Вот. Вот. Но, тем не менее. То есть, если со страхами нужно работать. Страх это наше желание, но которое мы себе запрещаем. Вот. Поэтому я рекомендовал бы вам это ни в коем случае не забывать. Данный аспект. Вот. И ориентироваться именно на свои страхи. То есть, вот, если вы боитесь, то иначе нужно делать вам. Ну, естественно, без вреда. Да? Здоровью. Это, я надеюсь, понятно. Вот. Дальше. Так, значит, обидится. Знаешь что, для чего вы врали? Почему вы врали? Что вас, что вами двигало? Вот. Вот. Именно в раз. Дальше. Сейчас сам не знаю, чего хочу, но вся эта разбираловка очень влияет на нервы. Через чем? Планирую в весу и не отдохнуть от всего этого, забрать документы или доучиться. Ну, я полагаю, что отдохнуть хорошая идея. Вот. Отдохнуть хорошая идея. Доучиться, ну, не только если вам это реально интересно. Уверен, что если отдохнуть, то диплом мне не пригодится. То есть, в этом вы уверены. А почему вы в этом уверены? Ну, то есть, делать-то вы, по итогу, что хотите. Вы знаете, что вы не хотите делать, а что хотите делать. Все спрашивают опыт работы. Тем более, высшее образование есть. Понятно, что я уже взрослый и думать о чем-то другом не могу. Здесь могут быть навязчивые мысли ваши. Это может быть история навязчивых мыслей. Которая также, в общем-то, не спроста могла появиться, а могла появиться она, потому что вы, ну, подавляете в себе свои желания. Вот. И они вас проявляют вот так. Вот. То есть, как бы, желания все равно найдут выход в любом случае. Лучше раскрыть, раскрыть то, почему вы не можете думать о чем-то другом. Вот. То есть, что за этим стоит. И после этого уже работать. Работать именно в этом направлении, в этих направлениях. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. В этом направлении у него нельзя. И ... Вы можете сделать могу изnéст 일�а, если вы найдете нужную картину,